Потом в 10 до 90, сейчас в 5 на 95. Бойтесь того дня, успешные аналитики говорят, когда станет 3 на 97. Отъясни почему? 10 лет назад 800 человек имели деньги ровно в половину населенной земли, 3,5 миллиардов людей. В конце 30 лет 8 человек имеют деньги 3,5 миллиардов людей. Значит, люди деградируют, люди тупеют, это факт. Вот для этого, чтобы было легче в жизни вообще, что-то менять. Вот поймите вот этот закон. Знаете, как он звучит? Здесь богатый человек, правильно? У богатого, скажите, плана больше? Да, 90%. Скажите, пожалуйста, у богатого деньги есть? Да, но очень много. А самое интересное, у богатого женщины есть? Сколько? Очень много. Много. Ну почему? Спросом пользы. Рентабельный. Рентабельный. Возьмем видник. План есть? Нету. Деньги есть? Нету. Женщины? Так, молодцы. Правильно будет казаться, она как? То, что досталось. Я ни в коем случае женщины обидеть не хочу рассказать. Я почему? А я вообще считаю, что некрасивых женщин не существует. Существует только одна, знаете какая? Недофинансированная. Вот если дофинансировать любую женщину, пойдет ссунуть домой, мне еще спроса будет войти. Ну зато, блин, у Экла высшая норма, знаете, тут город Экбер. У Экба есть, он просто засунул ее, не вытаскивает. А Экб везде, раз ничего нет, чем-то надо поддерживать. Вы сталкиваетесь с такими людьми, которые говорят, я все знаю? Сталкиваешься? А сам бедный, бедный, денег нет. В кармане берет, как публика. Вот это, ребят, давайте сейчас купим вот это все и давайте разберемся, кто у нас запрограммировал. Мы сейчас беремся в такое время по временам Параона. Вот эта система называется древняя эротическая система управления людьми на Паре. Ну, вы слышите, Кушник? Да, да. Пример, смотрите. Первый, кто здесь? Параон. Он один? Да. После него идет семья, потом жильцы и последний? Рабы. Они народы, рабы в то время. Рабов было миллион, логично? Параон один. Но не было такого, что миллион паронов одинакоса. Не логично, значит, что в мире выглядит как этот? С треугольник. Не пирамидой, чертой. Теперь вопрос. В то время рабам чего-нибудь владеет? Нет. Нет. Ну, два понятия. Помните? Кнут и пряник. Кнут. В течение дня, чтобы быстрее шевелился, пряник на все дня, морковка сперить, чтобы не сдох. Логичная вещь? Да, абсолютно нервно. Но суть, знаешь, в чем? Когда они били, просто так же били, чтобы шевелились. Какой исход был? Два исхода. Больно тнулись, дух. И мне надоело вот так жить. Просто так. Каждый день пьют и пьют. Пьют и пьют. Каждый день кредиты платить. Понятно? Да? Уфрируется. Услышите меня? И вот тогда, когда все надоедало, что происходило в то время? Революция. Ну, восстание. Они мочили фараона, правильно? А фараона позейки, ну, не тупой человек. Он понимает, что он все время будет восстание. Значит, нужно было поменять просто ценности. Кто это смотрел в фильме? Цари и боги из фараона. Кто думает? И смотри, ты знал, молодец, и вообще обалденный фильм. Там будет ли Моисея с фараоном, а не брать? Да, да, да. Помните, когда Моисея в конюшке подбегает? Говорит, фараон, давай отпустим рабов, говорит. Фараон, ну ты Моисея-то не достал, их никто не держит. Куда отпускать? Отпустишь, они через три дня вернутся, они сдохнут. Они не знают, что делать. Ребят, в реальном мире людям мифа в голову побивать, а на самом деле, ребят, это система, никто никого не держал. Наполеон, какого уровня, кто-то, вот ассоциация Наполеона, с чем? Маленький, маленький, метр семьдесят три, это маленький? Метр пятьдесят пять. Фараон, ой, Наполеон, метр семьдесят три. Это миф называется. Дело в чем? Фурк. Он понял, что ровный будет восстание делать и решил ценность подбегать. Он всех собрасывал, ребят, больше вас никто бить не будет. Но давайте чуть-чуть по-другому. Кому-то же нужно работать, правильно? Буду платить едой, одежды и жирем. Согласились с работой? Да. Да, согласились. Но не учел поработать одно но. Что не учел? Оказывается, люди, деятельственные батик, есть пахари, и есть, которые просто не пахали. А в конце вечера платили всем не на пол. И те, которые пахали, начали размущаться. А почему вы не платите? Мы пашем, а вы не платите. И началась гражданская война между собой. И Фарон понял, что если они друг друга переглядывали, они все равно за него возьмут. И он решил ценности правильно поменять. Он сказал, придумал одну интересную штуку. Что он привел, так вспомнил? Деньги. Ну и нету придумал. Как система учета. Контроль качества называется. Кто не работает, не жрет. Кто работает, жрет. Понятно, простой пример. Он сказал, вон, блин, кирпичи, а вон кассир. Все, что нужно, подойти, один кирпич взять. И что там? Тащить до листы, сдать кирпичи, получить взамен что? Ну, арку монетки. Два раза отходил, две монеты. Прожиточный минимум. Объяснил? Ну, появились родные, которые подхватили печаток в скале и убивали свое здоровье. Почему не два кирпича таскать? Четыре получили. Робята появились, ребята. Что, нет, что ли, в нашем мире людей, которые на две-три работы ходят? Есть, а почему? Девять, не хватает денег. Он убивает свое здоровье. Но самое интересное, я хочу вам иллюзию, а еще одну иллюзию брать. Ребята, возьмите просто миллионера, например, да? И простого человека. Ну, и возьмите 80 штук работы. Кто работает 80 штук? Ребята, миллионер работает. Простые люди думают, что они 80 штук работают. Миллионер реально стоит 80 штук, отрабатывает ежедневно. А бедный человек, придя на работу, находясь 8 часов, он не работает 8 часов. Вы что, прям 8 часов без остановки что-то делаете на работе? Нет. Да, классно, 2-3 часа работаете, остальные 5 часов, ваша пятая дочь должна там находиться. Почему догадаетесь? Если дать бедному человеку 5 часов свободного тренинга, он обязательно что-нибудь заблудит. Ну, есть секунд. Перережение энергии, крайней энергией можно назвать. Смотрите, в периоды двух людей просто, одного заставляет 800 пахать, а другого 800 на него смотреть. Кто больше устанет? Который смотрит. Который смотрит. И вот на работе человек тоже, он смотрит, он все время на часы смотрит, быстрее свалит. И за 6 часов вечера работа заканчивается, у него 2 направления. Домой на диванке и вечером дью по без келью. Устало. Потому что энергия будет в нее, а тот человек, который в 8 часов, что-то делает, он готов еще 8 часов все это творить. И у многих реально иллюзия. Монеты. Все нормально, все стало. Но время прогрессирует, они с ней не виды, они разделились на две категорики. 80 на 10. Только 10 современные, объясните? И П. Индивидуальный предоставленный. Существует это, ребята, да? Которые поняли, что не обязательно же терпичить саму у нас так. Логично. А можно что? Накопить деньги и купить тележку. И зарабатывать чуть позже, чем вот этот тракт, который просто тратить. Логичная вещь? Мы боимся умнее, кто-то системы бизнесменов, они что делают? Не обязательно же, они самому тележку толкать. Можно что делать? Купить много тележек и сдать. Маленький, зарабатывать хороший пассивный наход. Мы еще не думали, ребята, миллионеры. Что они делают? Зачем у кого-то покупать миллионеры? Это можно что? Создать. Это самому создать. Идея в чем, блядь, почему я умею в этот полу? Раньше Раф мог стать миллионером? Нет. Нет, потому что он в среде раба родился. Но сейчас же 21-й, блядь. Вы что, в семье раба родились? Нет. Сейчас любой может так не будет. Было бы желание, как говорится. Сейчас мы чуть-чуть перенесемся в современный мир. Первый здесь хозяин. Логичная вещь? Да. Последний кто? Раф. Нельзя раба куда-нибудь. О, правильно. Потому что здесь у вас первый вид человек, к певицу сказать, слышишь, дорогой раб, он видит, если что-то режет. Это не держась. Мы исправим это пыльский. Слюбка. Какой-то полгода. Слюбка. Полный блюд, он отдавает просто кого. О, нет. Я где-то сразу исчезла. Чувствуете? Ну, побежал, срабо, а тут работник, ворно говорят. А что изменилось тогда? Товарищ проверник, не изменилось что-нибудь или нет? Средний зарпад 300 долларов. А мы? На что хватает? На еду хватает? Ровно на месяц. Логично. А знаете, что он тут попрекал? На еду какую? Печальная, средняя, отличная. Печальная, отличная, отличная, только печальная. Видите почему? Мне казалось, когда я зарабатывал 30 тысяч долларов в нынче, что я хорошо питаюсь. Потом вынулся печать. Я в Дубай съездил. Кто был в Дубай? Дубай-морье. Морье был. Пошел в Мусин, 22 суток. Я вот туда решил с другом поехать. И мы решили, знаете что? Я решил туда не как турист пойти, а как арабки. Пошел, ориентировал, хорошую машину, глинувая. Хорошая машина? Хорошая. Я уже еду, заезжая в Дубай-морье, меня не впустили. Мне сказали, молодой человек, через дорогу припаркуйте машину и пешком переходите. Я говорю, не понял. Это же паркинг для автомобиля. Он говорит, не обижается. Это не я придумал. У нас здесь правило. На этот паркинг можно заехать автомобиль только со стоимостью 250 тысяч долларов и выше. Ты на гейморье лоб. Переехал, припарковал и перешел. Вот он вот видел, в этот раз по-моему, по-моему, в Мамбардинный агрессатор. Кот на нем запросто видел. Суть в чем, ребят? Я когда зашел, поймал, выбор, смотрю, куда туристы идут и смотрю, куда арабы идут. Вы знаете, там в Байбурге есть такая одна кафешечка? Арабы там периодически месяц-дневно туда заезжают, пьют чай и маленькое пирожное. И платят за это 1400 долларов. Скажите, пожалуйста, что дороже, чай или пирожное? Пирожное. Не бренд. Это пирожное, если кто-то слышал, там есть добавление золота, посыпка. Знаете, почему золото? Врачи есть? Вы слышали о такой шутке? Если в организме человека определенное поднимутся, как называется, количество золота, у человека появляется долголетие. Вопрос. Кто-нибудь золото жмет? Нет. Я вам другую листину. Вы знаете, что 90% ежем в магазине, это печальная еда. Сейчас я поутрирую. Если кто из вас смотрел фильм «Исход», вспомните вариант. Там есть когда Моисей приезжает, раб обладит, и говорит, ну-ка, расскажи ситуацию. Тот говорит, печально все. Тот говорит, почему печально? Да эти рабы, блин, много сексом занимаются и быстро обладятся. Ну, а че тут плохого? Ну, каков не надо покупать? Тот говорит, как покупать не надо? Ну, ты пойми, ну, мы их прокормить не можем, лишь, ну, 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 как. Что предлагает? Что предложил ему, кому за 60 всех будет, не весят? Моисей, кто вы не делаете, будет восстание, потому что есть родственники, братья, сестры, родители. Будет вместе. Да, врачи, он такой придумал. Кто знает в этой фильме, что они предпринут? Да, они отравили еду. Да, они говорят, давай травить еду, травить еду, чтобы они не доживали до 60. А, понятно. Вопрос тогда, скажите, пожалуйста, пенсию на сколько мы ходим? 62. А средняя статистика жизни на состанциях? 56. И когда ты эту пенсию получишь? Да, да. Никогда. Никогда. Где логика, где разум? Лучше бы ты сейчас весь процент подкладывал бы куда-то в бизнес, инвестировал бы, где бы хотят в себя, и развивался бы. Логичная вещь? Логичная вещь. Поехали дальше. Надежды хватает? Да, нет. Правильно будет по сезону. Правильно? Или обноски от старших? Да? Да. На жилет хватает? Нет, на жилет не хватает. Вы знаете, что? В семье есть два. Обычно встретим двое-трое же рождается. Правильно? Кто из них джекпортает? Младший. Младший. Что умерли? Квартиру. Квартиру. Либо ипотеку с квартирой. Правильно? Вот эта квартира всегда с бонусом, с дополнительным приложением переходит. Вместе с квартирой что переходит? А вот мама бонус достает, да? А старшие двое кто? Не белые. Не дебют. Так не дебют. Квартиранты. Не квартиранты. А вот правильно докажите. Нет. Бонус. Бонус. Правильно? Это не оскорбительное слово. Про вес, а бриллиону мест жительства. Вот чтоб всех бомжами не назвали, есть у нас что? Временная описка. Вот даже так как это есть. Практичная вещь. Вы припоминете одну вещь. Вот смотрите, в современном мире сейчас люди поняли, что работник, конец, дом. Рак. Да. И сейчас уже догадались, ты вот так говоришь. Не работник, а там поспорить. А еще сейчас прикольно, мы уже не саду любви говорить. Менеджа. Я вот сейчас прикол из своей жизни раскрою. У меня в клубе работала одна уборщика. Я даже она очень плохо туалет помыла. Я вижу моего партнера, идет и говорит, слышишь, посмотри, уборщика у меня, я ее сейчас ставлю. Он идет, нет, чтоб ее по имени не назвать, и сказать, Серик тебя зовет. Он подошел, через день в зале ей крикнул. Слышь, уборщик, я Серик зовет. Она приходит ко мне в кабинет, я должен был наезжать на нее. Так она на меня наезжает. Знаете, что говорит, Серик, я на вас обиделась. Говорю, что чего дарила? Вы меня назвали уборщик. И даже если так, почему я не уборщик? Я стринг лэйди. Что? Стринг лэйди. Ааа. Что, это изменилось? Ничего не меняет. В современном мире люди дурить гордых человек. Сейчас пример. Иду по городу Семипалатинск, а я ресторан. Вижу ресторан и на ресторану надпись. Заходите там пиво пить. У нас пиво. Пиво. Пиво, да, я бы сам остановился и думал. Какое же пиво интересное, надо попробовать. И люди заходят, пробуют. Вы же понимаете, что это обычная пиво. Заметно, если кефир не проходит, достаточно написать пиво пиво, и сразу попрет. А потом эшко. Эшко. Эшко не попрет, нано. Нано не напрет, последняя фишка. Халава. Когда это работает, и вы, на одной упаковке сайт написали, что пиво, это надо халава. Увеличат продажи. Да. Это правда жизнь. Кто знает это про пиво «Сокол»? Слышали этого пиво? Да, слышала. Вы знаете, что он обанкрутился? И один человек спас их. Что он ему предложил? Пиво «Сокол» написать на оборот, а пиво «Кос»? Продажи выросли на 70%. Эй, а содержимое изменилось? Нет. Но зато продажа пошла. Прикольно же. Пиво «Сокол» чемпит, лучше Алипо «Кос» пить. Ничего не меняется. Тут все. Наш денег точно не хватает. Я вам только что дочитал. 150 лет, когда нужно получить денежку от вас. Платишь ты? Это не рамки, а на что похоже? В школе кто первый? Директор. Потом последний? В школу. Аня, кто первый? Главатемальдущик? Последний? Самзан. Везде закон 1.9.90. Даже семья по этому закону. Кто в семье первый? Папа. Ну, что он?